В Орлам Шаламов. Тропа. В тайге у меня была тропа чудесная. Сам я ее проложил летом, когда запасал дрова на зиму. Сушняка вокруг избы было много. Конусообразные лиственницы, серые, как и с папье-маше, были натыканы в болоте, будто колье. Избушка стояла на пригорке, окруженной слайниковыми кустами, зелеными хвойными кисточками. К осени набухшие орехами шишки тянули ветви к земле. Сквозь эти слайниковые заросли проходила к болоту тропа. А болото когда-то не было болотом. На нем рос лес, а потом корни деревьев сгнили от воды, и деревья умерли давно-давно. Живой лес отошел в сторону по подножию горы к ручью. Дорога, по которой ходили автомашины и люди, легла с другой стороны пригорка, повыше, по горному склону. В первые дни мне было жаль топтать жирные красные ландыши, ирисы, похожие на лиловых огромных бабочек, и лепестками их узором. Огромные толстые синие подснежники неприятно похрустывали под ногой. У цветов, как и у всех цветов Крайнего Севера, запаха не было. Когда-то я ловил себя на автоматизме движения, сорвешь букет и поднимешь его к ноздрям. Но потом я отучился. Утром я рассматривала, что случилось за ночь на моей тропе. Вот распрямился ландыш, раздавленный моим сапогом вчера. Подался в сторону, но все же ужил. А другой ландыш раздавлен уже навсегда, и лежит, как рухнувший телеграфный столб с фарфоровыми изоляторами. И разорванные паутинки с него свисают, как сбитые провода. А потом тропа вытопталась, и я перестал замечать, что поперек моего пути ложили светлые слани, а те, которые хлистали мне лицо, я обломал и перестал замечать надломы. По сторонам тропки стояли молодые лиственницы. Лет по сто. Они при мне зеленели, при мне осыпали мелкую хвою на тропку. Тропа с каждым днем все темнело, и в конце концов стала обыкновенной темно-серой горной тропой. Никто, кроме меня, по ней не ходил. Прыгали на нее синие белки, до следы египетской клинописи куропаток видал я на ней много раз, и треугольный зайчик с лес встречался. Но ведь птица и зверь не в счет. Я по этой собственной тропе ходил почти три года. На ней хорошо писали стихи. Бывало, вернешься из поездки, соберешься на тропу и непременно какую-нибудь страфу выходишь на этой тропе. Я привык к тропе, стал бывать на ней, как в лесном рабочем кабинете. Помню, как в предзимнюю пору холодом льдом уже схватывала грязь на тропе, и грязь будто засахаривалась, как варенье. Двумя осенями перед снегом я приходил на эту тропу оставить глубокий след, чтобы на моих глазах затвердело на всю зиму. И весной, когда снег стаял, я видел мои прошлогодние метки. Ступал старые следы, и стихи писались снова легко. Зимой, конечно, этот кабинет мой пустовал. Мороз не дает думать, писать можно только в тепле. А летом я знал все наперечет. Все было гораздо пестрее, чем зимой. На этой волшебной тропе стланник и лиственницы, и кусты шиповника неизменно приводили какое-нибудь стихотворение. И если не вспоминались чужие стихи подходящего настроения, то промотались свои, которые я, вернувшись в избу, записывал. А на третье лето по моей тропе прошел человек. Меня в то время не было дома. Я не знаю, был ли это какой-нибудь странствующий геолог или пешегорный почтальон или охотник. Человек оставил следы тяжелых сапог. С той поры на этой тропе стихи не писались. Чужой след был оставлен весной, и за все лето я не написал на этой тропе ни строчки. А к зиме меня перевели в другое место. Да я и не жалел. Тропа была безнадежно испорчена. Вот об этой тропе много раз пытался и написать стихотворение, но так и не сумел написать. Субтитры создавал DimaTorzok